Первый раз в первый класс еще и в школу по месту жительства. Для большинства детей и родителей это реальность, но есть те, кому в зачислении отказано, поскольку классы переполнены. Как быть и что делать об особенностях школьной приемной кампании? Поговорим в студии. А у нас в гостях Людмила Бологова, начальник отдела общего образования комитета по образованию города Барнаула и директор школы номер 52 Татьяна Пономарева. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Первый вопрос вам. Сколько у нас в новом учебном году первоклассников? По нашим прогнозным данным у нас будет 9,5 тысяч учащихся. Ежегодно, на протяжении последних нескольких лет у нас идет увеличение числа учащихся первых классов. Поэтому в этом году ждем 9500. На данный момент у нас уже зачислено около 9400 ребятишек. Всем ли хватает школ? Ну, ребенок обязан учиться в школе. Соответственно, школ, мест у нас хватает. У нас 87 школ. Сейчас, на данный момент, у нас еще в наличии практически 700 мест. То есть, представляете, какое количество. Поэтому ребятишкам всем хватит. Единственное, у нас есть микрорайон, где интенсивная застройка жилых объектов идет. Соответственно, строительство школ немножко не успевает. Есть микрорайон, она достаточно спокойная в этом плане. Есть имиджевые школы, куда хотят попасть родители и стремятся. Поэтому разная ситуация по городу. Ну, обо всем чуть позже подробнее поговорим. А сейчас вопрос Татьяне Викторовне. В вашей школе в этом году сколько первоклассников, сколько классов набираете? А, Б, В, Г, Д? Мы традиционно уже на протяжении нескольких лет набираем 4 класса. 4 класса по 32 ребенка. То есть, 128 мест. 32 ребенка – это норма? А, 32 ребенка. На сегодняшний момент, наверное, да, в школу города Барнаула. Это, наверное, даже не предел, да, Людмила Ивановна. Бывает еще и больше. Но мы вот так определили, что это будет 32. И 128 мест у нас уже занято. Все, мы закончили прием первоклассик. К сожалению или к счастью, но мы его закончили. И у нас, как всегда, школа особенная. Три класса кадетские направленности МЧС и один класс общеобразовательный. Все места заняты. Вот, кстати, кадетские классы пользуются популярностью. Насколько мне известно, да, и вы уже не первая школа, в которой такие классы есть. Почему родители хотят отдать детей именно вот в эти классы? Ну, я думаю, что это особенный выбор родителей, правильный выбор родителей, потому что дети-кадеты – это особенные дети. Это особая среда, которая создается образовательной организацией для воспитания этих ребятишек. Ну, сами понимаете, что кадетские – это форма, во-первых. Что отличает наших ребят от класс кадетский, класс общеобразовательный – это наличие формы, которая все равно воспитывает, дисциплинирует. Это особенность уклада школьной жизни. То есть школьный день начинается с общего построения, осмотра внешнего вида. То есть кадет должен быть опрятен, подтянут, выглажен, отглажен, иметь платок, расческу, принадлежности. Это особая сетка мероприятий воспитательных, это кадетская присяга. И до присяги, поверьте, доходят не все. И только самые ответственные, не нарушающие дисциплину, успевающие в учебе, могут с честью пройти вот такое мероприятие и принять кадетскую присягу. Поэтому это особая среда, которая научает детей и воспитывает, прежде всего, личностные качества, умение побеждать. Лидерские качества раскрываются, потому что очень много соревнований, где участвуют эти дети. Поэтому эта вся воспитательная среда влияет и дает соответствующие результаты. Дети с удовольствием поступают. Ну и не только в организации силовые структуры идут дети. Да, это, наверное, не важно. Собственно говоря, те, наверное, нравственные качества, моральные качества, которые они получают, которые в школу дают за дел. А ребенок будет на любом месте предан своей стране, малой родине, своему государству, народу, будет верно служить. Поэтому это, наверное, самое главное. Вот вы сказали, что приемная кампания в вашей школе уже завершена. А много ли было тех, кому пришлось отказать? Действительно, были такие случаи, когда мы отказываем. Именно по месту жительства? Нет, уже не по месту жительства. Мы приняли всех детей, по месту жительства зачислили, потому что школа у нас находится все-таки в старом микрорайоне. И он не настолько велик. И к нам возят ребятишек со всего города. И поэтому вот как раз-таки мы очень быстро заполнили свободные места. Их было так немного. И уже те дети, которые претендовали на свободные места, вот они оказались в том контингенте, кому отказано было. Ну мы-то знаем, и вот недавно прогремела история от одной мамочки, хотя там была не одна мамочка, о том, что в Сигму не могли попасть по месту жительства. А вот что в таком случае делать? Стоит ли паниковать? Стоит ли добивать администрацию, директора и все же как-то стремиться в эту школу? А может, стоит рассмотреть близлежащие, соседние какие-то адреса? Да, Сигма действительно, микрорайон у Сигмы есть. Есть там рядышком школа номер 107, у нее тоже свой микрорайон. По учету у нас все совпадало количество приемных мест и детей, которые проживают в микрорайоне. Но в этом году мы работаем по новому порядку. То есть 458 приказ Министерства просвещения. И он расставляет четкую градацию среди тех, кто подает заявление. В первую очередь рассматриваются заявления первоочередников, это закон о полиции, закон о военнослужащих, и закон об иных категориях, социальных гарантиях и иным категориям. Поэтому они независимы от регистрации, мы не имеем права спросить с них свидетельства. Регистрации только по месту жительства их семьи. Поэтому мы их принимаем в школу и в первую очередь. Во вторую очередь мы принимаем те, кто обладает преимущественным правом. Это братья и сестры, ребятишек, которые уже обучаются в этой школе. То есть они во вторую очередь, будем говорить, зачисляются. И в третью очередь зачисляются те ребятишки, которые имеют регистрацию на закрепленной территории. Кроме этого, регистрация по месту пребывания и по месту проживания, ну, в дороге говорят, временная и постоянная. Они абсолютно равнозначны. Вот таким образом и у Сигмы получилось, что у них по львути прошло около 50 ребятишечек, и не попали 28 детей. Но тем не менее у нас были спокойно свободные места в 107-й школе, 40 мест, поэтому я посмотрела, это ребёнок этой мамы, он зачислен в 107-ю школу, между ними ровно 600 метров 6 минут ходьбы. Поэтому этот микрорай у нас достаточно спокойный. Почему-то у нас бывают вот такие вот... Ну, тут ведь, возможно, история ещё не в том, что есть места в соседней школе, а хочется именно в эту попасть. Ведь есть школы, так называемые, элитные, да? Ну, вот в этом году у нас абсолютно спокойно прошла приёмная кампания и в 42-ю, и в 55-ю школу. Вот, поэтому оказалась в этом году Сигма, 22-я гимназия у нас там, где вот конкретно не хватило ребятишкам места. А, кажется, Елена, слово «имиджево» не очень, наверное, даже, да, вот, подходит. Вас это немножко обижает, да? Нет, не обижает, ни в коем разе. Да, я сейчас скажу. Да, потому что мы все, в принципе, да, реализуем стандарт. Понимаете, мы работаем по стандарту. А как же они тогда завоевали своё имя, вот эти школы? Среди родителей вот есть, типа, Сарафанова, наверное, радио. То есть образование везде одинаковое. Одинаковое, понимаете. Татьяна Викторовна абсолютно верно говорит. Суть вопроса заключается в чём? Каждая школа имеет лицензию, аккредитацию. По определённым перечням учебников работает, которые утверждён Министерством просвещения. Каждая программа реализует федеральные, государственные образовательные стандарты в обязательном порядке. Абсолютно все дети у нас потом, по окончании уровня начальной школы, пишут проверочные работы. По всей стране они абсолютно одинаковые. То есть дети получают абсолютно одинаково. Кроме того, с 2013 года у нас ползакона образования в Российской Федерации, у нас нет понятия лицеи, гимназии, школы с углублённым изучением отдельных предметов. Это всё просто осталось традиционно в кавычках школы. То есть у нас все школы, это общеобразовательные организации, и абсолютно равны между собой. И теперь каждая школа, обычная школа, как мы говорили раньше, имеет право вести предметы на углублённом уровне, свою какую-то направленность определять. Вот что и определяют. 52-я, да, 53-я школы, их соседи на потоке, и любая другая школа. Поэтому создаётся имидж среди только родительской общественности, на наш взгляд. И всегда говорим родителям, что обратите внимание на то, что начальная школа — это всё равно учитель. Первый учитель. От него будет зависеть всё равно очень много не от имиджа школы, а от самого учителя. Учителя безопасности. Да, да, да. Школа должна быть всё-таки в шаговой основности. Особенно в начальной школе, а потом уже можно выбрать какое-то другое учебное заведение. Абсолютно. Потому что, когда мы уже определяемся, на этапе, когда, например, ребёнок идёт в профильный класс, тогда, понятно, можно выбрать тот профиль, который ближе ребёнку. А когда мы идём в первый класс, важно, чтобы дорога была безопасна, чтобы встречался улыбкой учитель, ну а программы везде одинаковые. Поэтому родители зря волнуются о том и хотят попасть именно в эту школу. Я думаю, что все школы города Барнаула, а поверьте мне, система образования города Барнаула — это такая дружная семья педагогов. И Комитет по образованию так строго следит за соблюдением законности в каждой школе, что сегодня говорить о том, что какая-то школа там лучше или хуже, ну это неправильно. Сегодня мы все действительно, когда-то были названия гимназия, лицей, сегодня мы все общеобразовательные организации. Поэтому все в одном стандарте. О пресловутой пандемии поговорим с вами. Многие родители, и я в частности, уже переживаем, не будет ли у нас дистанционного образования в новом учебном году. Вот понятно, что сложно загадывать, но какие-то ваши ощущения? Ну смотрите, мы этот год уже отработали, в принципе, в таких же рамках, по постановлению главного санитарного врача, который у нас продлён до 1 января 2022 года. Поэтому наши все меры безопасности, которые принимаются, начиная отходы, вот наша кабинетная система и всё прочее. То есть они уже отработаны, дали свой эффект. В этом году мы прошли и успешно завершили в традиционном режиме. И мы очень надеемся на то, что 1 сентября дети встретят точно так же, очно, в традиционном режиме, с учителями, со своими одноклассниками. Да, если ситуация вдруг будет ухудшаться, то у нас тоже уже есть отработанная система, когда мы можем класс перевести на какой-то период, на дистанционное обучение, либо же параллель, либо всю школу, и потом обратно вернуться в кабинеты и продолжать обучение. То есть это всё отработано. Более того, что у каждой школы уже наработан свой путь, как это сделать. Например, в нашей школе есть своя образовательная электронная площадка. В других школах школы используют другие источники. Например, другие площадки федерального значения, краевого значения. Неважно. То есть каждый выбрал свой путь и точно знает, что он будет делать, если такая ситуация вдруг наступит. Так что волноваться родителям точно не стоит. И мы тоже учимся совместно с родителями. Понимаете, мы тоже прошли определённый путь. Сделали, конечно, ошибки, исправили их. Сделали недочёты, тоже поправили. И сегодня мы уже более чётко представляем, как это нужно делать, что работает и что сработает. И что нужно сделать для того, чтобы наши дети всё-таки не ушли на дистант. Насколько активно в школах проходит вакцинация сейчас учителей? Активно проходит. То есть это в обязательном порядке делается или пока в добровольном? Это в добровольном порядке делается, но каждый из нас понимает меру ответственности. И очень вот у нас директоров тоже опасения за наш коллектив. Мы хотим сохранить каждого педагога на рабочем месте. И поэтому и педагоги понимают, что ответственность... Ушёл учитель на больничный, это нужно организовать замещение. Нужно подумать, что будут делать дети в этот период. И поймите, люди, которые стоят у доски с указкой, это суперответственные люди. Они пришли сюда по велению сердца. Действительно. Кто остаётся работать в школе, это настоящие патриоты своего дела. И поэтому они точно понимают, что ситуации не должно быть, чтобы дети уходили на дистант. Всё-таки учитель, живые глаза и эмоции, это всё-таки и есть урок. Поэтому мы все за уроки, за традиционные наши хорошие, добрые уроки. Поэтому мы все стараемся вакцинироваться. Тем более мы помним ситуацию прошлой осени, когда была у нас вторая волна, сколько учителей у нас уходили на больничный, очень было сложно. Поэтому мы продляли каникулярный период ребятишечкам. Вы как-то заметили, отразился ли прошлый год, когда очень много мы были на дистанте, на уровне знаний детей? Вы знаете, в принципе, мы все программы образовательно освоили. И показывает наша государственная итоговая аттестация, что результаты у нас, в принципе, сохранились на прошлом уровне. Но тем не менее, есть, когда мы проводили всероссийские проверочные работы, они выявили определённые пробелы где-то. Поэтому, соответственно, в следующий год мы надеемся, что у нас всё будет восстановлено. Знаете, Лен, есть разная категория детей. Есть дети-экстраверты, есть интроверты. И кому-то даже дистант пошёл на пользу. То есть ребёнок работал в своём режиме, с компьютером или без, но он делал это самостоятельно, в своём темпе, в своём режиме. И это его устраивало. И многим детям уже даже дистант стал нравиться в какой-то период. Понимаете? Вот. Поэтому сейчас говорить о том, что плохо это или хорошо, это такой сейчас обсуждаемый вопрос на самом деле. Я бы, наверное, даже элементы дистанционного обучения всё-таки ввела в практику работы школы. Мы уже, например, со своим педагогическим коллективом это уже обсуждали. На этапе, например, профильного образования, когда старшеклассники, когда у них есть уже осознанный выбор предметов, когда они хотят к ЕГЭ готовиться и так далее. Тут есть много о чём подумать, о чём обсуждать. Это была всё-таки хорошая тоже практика для школ работать вот так. Мы как-то привыкли всегда традиционно работать, а это был такой вызов для системы образования, вот такой драйв, такой вот хорошей такая точка бифуркации. Поэтому на сегодняшний момент я думаю, что все готовы, и всё будет хорошо. Так, ну я всё же, в свою очередь, как мама пятиклассницы, надеюсь, что в сентябре линейка состоится, и мы пойдём в школу. Мы тоже на это надеемся. Мы тоже хотим видеть глаза наших детей. Это особая энергетика, поверьте. Мы все ждём детей, потому что компьютер и ничего не заменит. Общение есть, да, обнимашки 1 сентября, между собой обнимашки. Ведь школа — это не столько уроки, это целая жизнь ребёнка. Это его социальная среда, в которой он развивается. Развивается... Вот вспомним себя, где у вас была первая любовь? Конечно, в школе, естественно. И мы наблюдаем. Поэтому школа — это не столько даже уроки. Это вся работа, это маленькая жизнь, это большой отрезок времени ребёнка, жизненного пути. И поэтому мы все ждём наших детей в школу, даже и в кабинетной системе. Мы любую систему примем, только лишь бы вести наши добрые, хорошие уроки. Спасибо за эту интересную, добрую беседу. Спасибо, Илья. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Людмила Болгова, начальник отдела общего образования комитета по образованию города Барнаул и Татьяна Пономарёва, директор школы номер 52. Субтитры создавал DimaTorzok